В воскресенье у памятника затопленным кораблям собрались севастопольцы, неравнодушные к проблемам животных. На митинг активисты пришли с семьями, некоторые привели собак. Более сотни горожан вышли на улицу с плакатами «Россия без жестокости», «Живодёров за решётку». Собравшиеся возмущены поведением девушек из Хабаровска, устроивших расправы над питомцами. Мы пришли почтить память животных, которые погибли. Нам очень неприятно, что в России есть такие люди, которые могут мучить животных. Мы хотим обратить внимание на проблему, которая возникает. В каждом городе происходят такие события, просто в Хабаровске вопиющее событие произошло. Мы хотим обратить внимание наших высших людей, высших чинов на такую проблему. Ни один человек, имеющий отношение к животным, ветеринар, заводчик или просто хозяин, не может удовлетворять свои амбиции, свои какие-то нереализованные мечтания за счёт унижения животных. «Я полностью поддерживаю и считаю, что человек не вправе унижать того, кто ответить не может. Собака никогда не убьёт человека, просто так его не накажет ни за что, не унизит. И всё, что произошло в Хабаровске, это просто в уме не укладывается». О резонансном деле вся страна узнала в середине октября. В прессу попала информация о двух девушках-животёрках, которые убивали животных и снимали процесс на фото и видео. Затем материалы выкладывали в социальные сети. Жертвами девушек, по данным следствия, стали около 15 зверей. Их они искали по объявлениям, отдам в хорошие руки и брали из приютов. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Севастопольцы возмущены безжалостным поступком девушек из Хабаровска и требуют наказать их по всей строгости. «Хочу сослаться на знаменитого психиатра, психотерапевта и психолога Виноградова. Он сказал, что садисты, которые с детства издеваются над животными, они практически в 90% случаев вырастают будущими насильниками, убийцами и маньяками». Также митингующие выступают за ужесточение статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными». «Мы считаем, что в статье 245 обязательно должен быть введен пункт, чтобы были наказаны родители тех детей, которые не достигли возраста уголовной ответственности, по крайней мере за тяжкие преступления и особо тяжкие преступления над животными. Ну и плюс, если там написано штраф от 80 тысяч рублей, пусть это будет действительно штраф. Если там написано два года лишения свободы, так пусть это будет два года лишения свободы. Пока мы только разговариваем об этом». «245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, скажу прямо, не работает. На моем опыте еще ни один живодер, ни один садист не был наказан, вот даже в нашем городе». После огласки дела о хабаровских живодерках неравнодушные граждане начали выходить на пикеты. 5 и 6 ноября митинги против насилия над животными провели в 70 городах России. Севастополь также вместе со всей страной выступил на защиту братьев наших меньших. «Мы любим животных!» Елена Корнухова, Виталий Коломец, информационный канал «Севастополя».